Здорово, кинодел с тобой Соботовский. Я для тебя подготовил топ-10 бесплатных плагинов для Adobe After Effects в 2022 году. Поэтому усаживайся поудобнее, сейчас я тебе всё покажу. А если хочешь ещё больше контента от меня, то подписывайся на мою инсту. Погнали! Первый плагин — это Displacer Pro. Почти то же самое, что и Displacement Map, то есть благодаря ему мы можем с тобой искажать картинку, сдвигать пиксели по какому-то закону, в данном случае, например, по яркости, но также можно выбрать и какой-нибудь из каналов. Чем он хорош? Во-первых, у него есть вот такая вот штука, как Edge Behavior, то есть мы можем взять и, например, повторить недостающий пиксель. Раз, или, например, отзеркальтик. О, смотри, как клёво получилось. Или же, например, поставить Edge Repeat, и тогда они будут растягиваться влево. Очень удобно. Плюс тут есть всякие дополнительные фишки, бонусы из разряда, например, быстрых хроматических аберраций, почему бы и нет. Естественно, мы можем использовать какую-нибудь карту яркостную для получения нашего Displacement. Например, вот эту вот, которую я собрал из Fractal Noise. Мы её берём, подгружаем сюда. Но тут, собственно, всё то же самое, что и в Displacement Map. Но, тем не менее, такой функционал есть. Вот, всё работает. Пожалуйста. Следующее. Свечение. От Production Crate. Хорошие ребята, сделай бесплатный плагин. Единственное, что тебе надо сделать, это зарегистрироваться у них на сайте, и тогда ты сможешь его скачать. Называется Creators Glow. Потому что если мы с тобой попробуем накинуть обычный glow, который есть в авторе, но особых приколюх мы с тобой не получим. Ну, что это такое? Типа стал... Вот. Ты можешь, конечно же, здесь крутить радиус, интенсивность, но какого-то прям жирного, хорошего glow ты не получишь. Поэтому, ребята, придумали скрипт, который называется Production Create Glow. Вот он. То есть, заходим в Window, UV Scripted Panels. Вот здесь он и есть. Он у нас с тобой появляется с отдельным окошечком. Мы выбираем слой, на который хотим применить. Дальше задаем Threshold, интенсивность, распределение и даже есть Flickr. То есть, чтобы он у нас мигал, наш glow со временем. Тоже бывает прикольно. Раз, сделали. У нас появляется в композиции нуль, через который мы теперь можем этим свечением управлять. Менять Threshold. То есть, с какого момента у нас объекты начинают светиться по яркости. Интенсивность задавать. Теперь это уже выглядит пожирнее, повкуснее. Сделаю так, чтобы у меня светились только пики. И Flickr Per Second. Например, могу вот так вот поставить, и теперь он у меня прям мигать будет. И все, это уже сразу готово. Тебе не надо писать никаких экспрессионов. Вот оно здесь. Очень удобная штука, когда тебе надо сделать быстрый glow. Следующий плагин Orp от VideoCopilot. Это балденнейший плагин, который позволяет тебе создавать планеты с атмосферой, с разными текстурами, с бамп-мэпами. Все это в 3D. Крутить, вертеть, пролетать камеры, делать раз, блёр, фокс. Вкуснотища. И также VideoCopilot делал подробнейший туториал по тому, как этот плагин использовать. Он, кстати, его даже юзал для того, чтобы делать заставку к Стартреку. И он бесплатный. И, кстати, спасибо VideoCopilot за чумовой плагин Element 3D. Благодаря которому, например, мои студенты курса по Adobe After Effects могут прямо в АЕ делать полноценное 3D. И анимацию, и работу с камерой, и даже всё это рендерить через АЕшный движок. Да так, что это выглядит, как будто они это делали в какой-нибудь синьке. Кстати, 7 апреля в 18.00 будет мой мастер-класс по Adobe After Effects. В котором мы с тобой разберём, насколько необходим автор киноделу в 2022 году. Какие возможности он предоставляет. Может ли он составить конкуренцию более сложному софту, в котором работает Голливуд. И как монетизировать своё творчество благодаря Adobe After Effects. Также будут ещё ответы на вопросы, так что залетай. Участие бесплатное, но проходить всё это будет на закрытой платформе. Попасть на которую ты можешь, если перейдёшь по ссылке в описании и зарегистрируешься. Тогда мы сможем прислать тебе доступ. И не забудь, 7 апреля в 18.00. Буду тебя ждать. Следующий плагин это АЕ-вьювер. Очень неудобно в проекте, находясь, что мы не можем с тобой видеть визуально, как выглядят те или иные футажи. Как в премьере, например, когда мы по библиотеке с тобой лазим. Бли-бли-бли-бли-бли-бли. А тут, благодаря этому плагину, мы не только можем по библиотеке внутреннего проекта лазить, но ещё и по всему твоему рабочему столу. Создавать коллекции с основными ассетами, которые ты наиболее часто используешь в своей работе. Да и вообще, просто перемещаться и сразу видеть превью тех футажей, фоток, видосов, гифок, аудио и всего прочего. И даже проектов АЕ. То есть, очень удобный плагин для организации своего рабочего пространства. Плюс, я могу вот так вот найти какой-нибудь файлик, два раза кликнуть, и тогда он у меня прям сразу в композицию подгрузится. Мне не надо открывать Viewfinder и искать это всё по папочкам, перетаскивать. Всё вот так вот. Клик, раз, два, готово появляется у тебя в композиции. Очень удобно. Следующий плагин — это Automation Toolkit. Он есть бесплатный, есть платный. Бесплатным там доступно несколько автоматизаций, но ты всё равно сможешь их настроить. Короче, о чём разговор? Короче, представь, что ты, не зная языка программирования, сможешь писать свои собственные скрипты, которые позволят тебе оптимизировать работу в АЕ и ускорить её вот просто в небеса, потому что автоматизация — это всё. То есть, если раньше мы с тобой там, например, писали экспрессионы, да, вот здесь вот, то если мы хотим воздействовать со слоями, с композицией, мы не можем это делать через экспрессионы, это можно делать только через скрипты. Если ты не знаешь JavaScript — проблема. Но вот этот вот плагин решает эту задачу, потому что он представляет собой визуальный язык программирования на JavaScript. То есть, я могу прямо здесь создавать свои собственные скрипты, они называются автоматизацией. То есть, я вот право кнопку мыши кликаю и говорю «добавить автоматизацию». Назовём её, например, «Effect Off». Заходим внутрь, нажимаем «Edit». И вот тут вот, если я, например, сейчас хочу написать скрипт, который позволит мне у тех слоёв, которые лавандового цвета, отключать эффекты. Знаешь, вот удобно бывает, чтобы быстренько прогрузиться в превью, если у тебя какие-то сложные эффекты накинуты, взять вот так вот, оп, и выключить все эффекты. То есть, они никуда не пропали, мы их просто выключаем для превью. И вот это бы хотел сделать одной кнопкой, да ещё к тому же для тех слоёв, которые у меня помечены определённым цветом. То есть, вот для этого текста я не хочу ничего делать. Соответственно, я тут добавляю плюсик, говорю ему. Здесь как бы цикл, в котором он пробегается по всем слоям. То есть, я говорю, вот, все слои в активной композиции. Цикл. Потом ставим вот здесь вот плюсик, потому что что мы делаем с этой выборкой? А делаем мы следующее. Нам надо сперва найти слои, которые определённого цвета. То есть, если условия с тобой делаем. Loop 1 это элемент из этого цикла, к которому мы обращаемся. То есть, тут будут как бы все слои представлены вот в этом Loop 1, в этой переменной. По которым вот этот вот плагин будет пробегаться в Loop. Выбираем слой. Говорим label, потому что это за цвет отвечает. Говорим равно aqua. Это как раз вот этот вот, или у меня не лавандовый, да, у меня вот aqua цвет. Раз. Всё. Потом ставим ещё один плюсик, потому что говорим, типа, если да, если цвет слоя лавандовый, тогда здесь выбираем set. То есть, назначить этому слою или этому элементу, потому что тут и композиции тоже могут быть. Нахожу вот этот вот параметр effect active и ставлю false. То есть, мы его выключаем. Теперь сохраняем. И когда я нажму вот на эту кнопочку, у меня выключатся все эффекты, которые были на aqua слоях. Ну, чудеса. А текст остался не затронут. И так я могу ещё одну какую-нибудь автоматизацию написать. В общем, я тебе очень советую сбегать на сайт этого плагина, потому что там ты найдёшь подробный туториал, потому что уж там всё-таки происходит. А возможности — это вещь безграничная для оптимизации твоей работы. Это самое главное. Так будешь и денег больше зарабатывать, и мучиться меньше. Следующий плагин — это IE Juice Script, который позволяет нам просто выводить гифки, что тоже бывает крайне полезно. Причём в одну кнопочку. То есть, у нас есть композиция, мы её выделяем активно, нажимаем export gif, говорим, эту ли композицию. Говорю — да. Далее он сам это всё выводит в AVI и переделывает в gif. А после этого уже тебе открывает готовую гифочку у тебя в папочке. И можешь её там, например, в тележечку друзьям засунуть. Следующий плагин — Console.Fix от VideoCopilot, тоже бесплатный. Это штука, которая позволяет тебе сразу обращаться к эффектам, но на этом её функционал не ограничивается. Как только ты её поставишь, ты нажимаешь Ctrl-пробел, горячей клавишей, и у тебя сразу открывается поисковое окошечко, в котором ты пишешь название эффекта. Например, Deep Glow. Бамс! У меня сразу срабатывает эффект. Мне не надо лезть сюда, здесь всё очень долго делать. Моментально, клик-клик. Я этой штукой, как только про неё узнал, начал пользоваться просто постоянно. Плюс есть хот-ки, которые можно настраивать вот здесь. То есть какие эффекты ты хочешь сюда поместить. У меня, например, вот на двоечку стоит Fractal Noise. Соответственно, я могу вообще просто два нажать, и у меня Fractal Noise сработал. Готово. Это просто чудеса. Ну и также пробегись по страничке этого плагина, там найдёшь ещё и другие его применения. RD Comp Setter. Тоже очень полезный плагин для оптимизации работы. Он представлен опять вот этой UV Script панелью. Благодаря ему ты можешь, например, вот взять, выбрать все композиции. Здесь поставить две галочки, сказать вот такой вот размер и нажать Apply. И тогда у тебя ко всем этим композициям изменятся настройки композиции. То есть вдруг тебе пришлось сделать все композиции 4K, через этот плагин ты можешь это сделать за секунду. Бамс, готово. У меня переделалось абсолютно всё. Очень удобная штука, которая позволяет сэкономить тебе время. Опять же, бесплатно. Следующее. Easy Copy. Представь, ты сделал вот такую невероятную анимацию своего кубика. Сидел, дрочил там эти кривые, просто целый час к ряду, устал, бедненький. А потом понимаешь, что накинул ещё парочку параметров, которые надо было заанимировать. И там надо каким-то образом делать ту же самую интерполяцию. Очень муторно, долго, неудобно. Ну то есть надо брать, выделять, нажимать, приходить, опять крутить. А если не попадёт? А если попадёт? Зачем? Когда можно гораздо проще. Есть плагин, который называется Easy Copy. Вот он. Представлен всего тремя кнопками. Мы с тобой выделяем параметр, с которого мы хотим скопировать интерполяцию. Нажимаем Copy. Выделяем те, на которые надо вставить. И говорим, есть. Всё, готово. Если я открою сейчас граф-эдитер, увидишь, что у меня вся интерполяция одинаковая. И вот теперь наша анимашка выглядит как у Walt Disney. Следующий плагин. Курсор-кит. Если тебе приходится очень много анимировать графических интерфейсов, и там происходят вот эти вот всякие движения мышкой, и тебе надо или на скринкастик каком-нибудь отбивать, то вот этот вот плагин очень удобно позволяет, во-первых, создать темплейт этой мышки, а во-вторых, им управлять. То есть взять там, например, вот в этом моменте поменять курсор мышки вот на такой. Хопс, он у нас изменился. А когда она долетит вот сюда, чтобы он поменялся вот на такой. Опять же нажимаем сюда. Также есть несколько действий. То есть можно кликнуть, что, собственно, произошло вот здесь. Могу даже вот здесь вот кликнуть. То есть ты просто нажимаешь клик, анимация уже отрабатывается. Бамс, бамс. Там дальше надо будет просто подвигать ключи. Вот. Удобно, очень. Если, соответственно, тебе надо поменять здесь, как выглядят разные курсорчики, то ты просто заходишь внутрь этой композиции, которая у тебя уже создалась в слое, как только ты нажал Create курсор, и здесь уже меняешь эти просто картинки. Тоже супер для вариативности, и именно чтобы подогнать этот плагин под то, что тебе конкретно нужно. Следующий плагин, Pixie Halftone, позволяет тебе пикселизировать изображение. Мы, конечно, можем это сделать через эффект мозаик, там, например, да, но это будет немножечко не то. Хотя, в целом, тоже куда-то туда. Но, мне кажется, он выглядит более повеселее. Плюс к тому же бесплатный. Почему бы нет? Чем больше бесплатных визуальных плагинов, тем легче нам с тобой работать. В чем его приколюха? Он берет и разбивает вот на такие блоки наше изображение. Мы можем, во-первых, изменять их форму, то есть это могут быть там квадраты, кружочки, какие-нибудь там треугольники, пики. Вот, но самое интересное, что он отрабатывает по твоему изображению. То есть в зависимости от яркости он либо эти пиксели вообще будет выключать, либо, соответственно, включать не в полную силу. Мы с тобой можем также настраивать расстояние между этими пикселями, их размер. Можем, кстати, вообще избавиться от цвета, поставить тот цвет, который был в изображении. И вот этими нехитрыми манипуляциями взять и получить подвижный какой-то абстрактный бэкграунд, то есть фон. Прикольно. Вот. Тут еще есть куча всяких разных настроек, которые можно покрутить. Если хочешь больше пикселей в своем изображении, то перед этим эффектом просто накинь exposure. И чуть-чуть подвигай offset. Вот. Тем самым, видишь, пиксель начинает проявляться. True Comp Duplicator. Очень крутая штука, потому что, представь, у нас с тобой есть композиция, вот, приком, внутри которой есть своя композиция, тоже с какими-то там слоями, параметрами и прочими приколами. И вот мне надо, грубо говоря, взять и вот эту вот композицию сдублировать и иметь возможность ее видоизменять. Но если я это просто сдублирую здесь, ничего не произойдет, потому что ссылается у нас автор на одну и ту же композицию. Видишь, даже несмотря на то, что я ее переименовал, я вот здесь вот нажимаю, у нас к единичке все это обращается. Поэтому, если я буду делать по-тупому, мне надо будет копировать вот эти все композиции здесь, Ctrl D, например, нажимать. Потом заходить в композицию 2, ой, точнее, в прикомп 2. Здесь этот комп 1 менять на комп 2. И все это вот муторно рука. Зачем? Когда ты можешь просто выбрать эти композиции, выбрать этот плагин TrueComp Duplicator и нажать Duplicate Selected. Готово. Только что он мне создал дубли этих композиций. Причем, если я зайду в комп 2, точнее, вот в прикомп 2, у меня здесь будет комп 2. А это означает, что у меня новая привязка появилась. И тем самым я могу вот огромную вереницу композиции и прикомпозиции копировать в один клик. И не надо будет все эти привязки переделывать. И не забудь, что ссылка на мой мастер-класс, который пройдет 7 апреля, в описании. Там и увидимся.